Наконец-то многие-многие люди начали понимать, наши люди, что они нигде не нужны, кроме своей земли. Даже и те, сбежавшие из Беларуси, сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни, по разным причинам бежали отсюда. Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства, и вы, священнослужители, наши люди, должны сделать шаг навстречу. Этим людям, которые в свое время, не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем. Я не хочу сказать, что мы сейчас, как требует от нас Запад, я меньше об этом говорю, но это каждый день требования вернуть и прочее, прочее. Даже нарушителей закона. Нет, каждый должен ответить за свое. Но я уверен, что среди и тех сбежавших, и те, которые живут сегодня у нас, глубоко раскаившиеся люди, люди, которые поняли, что ошиблись, они не должны быть выброшены на обочину. Мы не должны создавать точки напряжения в нашем обществе. Дай Бог нам выдержать вот этот мирный, спокойный лад, который был, ну, хотя бы в прошлом году. Говорят, 23-й год должен быть обязательно лучше. Честно, если я уже думаю о том, хотя бы он был таким, какой был 22-й год. Мы его прожили в мире, согласии, в тепле, это очень важно сейчас, глядя вокруг. В этом плане этот год должен быть не хуже. Мы иметь будем условия для того, чтобы жить нормально, работать нормально, кто хочет, и жить в тепле и в мире. Вот для этого мы будем иметь все. Я не хочу конкретизировать здесь ничего, но сделано все для того, чтобы было лучше. Но если он будет такой, как прошлый год, и Господь с ним, мы и с этим согласимся. Но он будет лучше, я в этом уверен, чуть-чуть лучше. А еще будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе. Не дай Бог это случится, как в нашей братской Украине и других государствах сначала создавались напряжения. Майданами и прочее, а потом гражданская война, а потом самая настоящая горячая бойня. Кто бы мог подумать, что мы, славяне, когда-то будем воевать друг против друга. Это страшное явление, и все оно начинается с малого. Поэтому надо делать шаги для того, чтобы разрушать точки противостояния в нашем обществе. Еще раз подчеркиваю, чтобы вы поняли, и власть, мы к этому готовы, и наше духовенство, и все вы должны просто спокойно в этот светлый день, да и в другие дни, впереди еще у нас Пасха, самый светлый вообще радостный день, чтобы мы подумали и пришли к правильному решению тех вопросов, которые мы должны решить, как я часто говорю, не оставляя эти вопросы нашим детям. Поэтому мы сделаем соответствующие шаги в том направлении, чтобы Беларусь была мирной, спокойной, чтобы мы не смотрели косо друг на друга, ну а тот, кто нарушает закон, тот будет отвечать и по закону. Увы, такова жизнь.